Здравствуйте, мальчики и девочки, студенты и студентки! Сейчас я вам расскажу, как решается, на мой взгляд, не такая уж и простая задача. Но, зная, как решается эта задача, мы будем намного лучше понимать все, что касается закона сохранения импульса. Итак, что же это за задача? Здесь будет несколько вопросов, и я буду потихонечку отвечать на каждый из них. Итак, что у нас имеется? Имеется какая-то тележка, внутри пустая, то есть ее можно наполнить чем-нибудь, которая движется с постоянной скоростью В. Вот. Ну, движется и движется. Вот. Ну, если мы посмотрим на график скорости от времени, мы видим, что процесс движения с постоянной скоростью будет проходить в течение 10 секунд. А дальше скорость до 40 будет уменьшаться. Почему? За счет чего? А вот за счет чего. Потому что, вот она едет, едет, и вдруг, откуда, как говорится, не возьмись, набежали тучки, и пошел дождик. Причем капельки дождя, которые я очень красиво, так сказать, рисую, падают вертикально вниз. Причем падают таким образом, что начинают заполнять эту тележку со скоростью 5 грамм в секунду. Вот такая скорость наполнения этой тележки. Вопрос первый. А когда же пошел дождик, и когда он закончился? Если мы посмотрим на график, мы увидим, что скорость начинает изменяться ровно тогда, когда прошло 10 секунд. Вот начало движения. И скорость изменяется, изменяется. Ну, за счет чего? Потому что туда капельки дождя попадают. И когда дождь закончился, ровно когда прошло 30 секунд. Вот так вот. А дальше тележка снова поехала с постоянной скоростью. На этот вопрос мы с вами ответим. А вот теперь вопрос вот такой. Так как вы думаете? А можно ли здесь пользоваться законом сохранения импульса? То есть, закон сохранения импульса выполняется или не выполняется? Прежде чем мы ответим на этот вопрос, давайте просто рассмотрим какое-нибудь тело, у которого есть масса. И оно находится просто-напросто на какой-то плоскости. Ну, то есть, взяли тело, да, положили, тело положили, вот оно лежит. Вопрос. Какие силы, смотрите внимательно, на это тело действуют? На это тело действуют две силы. Сила тяжести и сила реакции опора. Вот я записал таким вот образом. Что интересно, эти две силы будут равны друг к другу. Поскольку тело никуда не движется, оно покоится. Н равняется МЖ. Вопрос, почему? По первому закону Ньютона. По первому закону Ньютона, потому что эти силы действуют на одно и то же тело. А вот если я сейчас нарисую тело, которое опять-таки лежит на плоскости, да, на подставке, и говорю, сила реакции опоры есть? Есть. Что такое сила реакции опоры? Это сила, с которой опора действует на это село. Но ведь и тело действует на опору. Опа! Как эта сила называется? Эта сила называется весом. Она иногда обозначает буквой W, иногда буквой B. Вот. Я обозначаю буквой W. Это у нас вес тела. И что интересно, опять-таки эти силы будут равны. Но по какому закону? По третьему закону Ньютона. Потому что эти силы действуют на разные тела. Сила реакции опоры действует на тело, а вес тела действует на опору. Так вот, когда мы с вами говорим о законе сохранения импульса, да, мы говорим о том, что только между телами происходят какие-то взаимодействия. То есть первое тело действует на второе силой какой-то F, а второе тело действует на первое. Вот. То есть между ними есть, говорят, интеракция, взаимодействие. И вот эти две силы, эти два тела в данной ситуации, говорят, образуют замкнутую систему. Замкнутая система, это такая система, на которую внешние силы не действуют. Вот давайте с вами будем смотреть вот на что. Движка-то движется по оси Х, правильно? Можно ли пользоваться законом сохранения импульса в данной ситуации? То есть в принципе мы должны понять такую ситуацию. То есть если есть какое-то взаимодействие между телами, опа, значит они образуют замкнутую систему, и законом сохранения импульса пользоваться можно. Что же происходит, когда дождик начинает попадать в тележку? Смотрим внимательно. Ну вот я, представьте себе, да? Вот тележка, она движется, тележка. А сейчас сюда попадают капельки. Значит, что происходит? Тележка движется, и капельки попадают. Это опа, ну это как оп-оп-оп-оп-оп-оп. Взаимодействие. Значит, закон сохранения импульса по оси Х. Он действительно будет выполняться. Действительно будет выполняться. Потому что взаимодействие происходит между тележкой и между капельками дождя. А что будет происходить по оси Х? Ну да, действительно, а что будет происходить по оси Х? Ну давайте с вами будем разбираться. Вот в данной ситуации, вспоминаем еще раз про оси Х, тележка и капельки дождя. Отлично. А что сейчас? Да, на капельки действует сила тяжести, поэтому они и падают. Отлично. И на тележку действует сила тяжести, а еще на тележку действует внешняя сила. Это сила реакции опоры. Вот она. Сила реакции опоры. Поэтому в данной ситуации закон сохранения импульса по оси Х он выполняться не будет. Потому что в данной ситуации тележка взаимодействует вот с рельсами, по которым она едет. Какое отношение, так сказать, пол имеет капелькам дождя? Никакого. Это раз. Второе. Второе. В принципе, в результате взаимодействия, да, ну, тележка должна начать двигаться по оси Y. Что же не происходит? Да, то есть, импульс по оси Y имеется только до взаимодействия, только у падающих, ну, у падающих капель. А что происходит после взаимодействия? Ну, они упали в тележку. И никуда они движутся. Непонятно. То есть, произведение массы всех капелек на скорость, будем говорить так, да? Должно равняться произведению массы тележки и капелек, да, тоже на скорость. Это ничего подобного. После этого-то ничего не случилось. Ноль. Нет никакого движения по оси Y. Закон сохранения импульса не выполняется. Вот это мы с вами должны сказать, понять. По оси X, да, выполняется. По оси Y, нет, не выполняется. Ну что, поехали дальше. Вопрос следующий, достаточно интересный. Вот помните, я сказал, что как только 40 секунд прошло, да, дождь прекратился, и поэтому тележка поехала дальше с постоянной скоростью. А сейчас я говорю, а дождик не прекратился, а тележка все равно едет с постоянной скоростью. Почему? Интересный вопрос. Вот действительно, почему? Вот. Так. А за счет чего менялась скорость? Да потому что с течением времени эта самая тележка наполнялась капельками дождя. Наполнялась, наполнялась, наполнялась. И что произошло здесь, как вы думаете? Правильно. Полностью заполнилась. Наполнять некуда. Поэтому тележка сказала, ребятки, все, я еду дальше с постоянной скоростью. Поэтому есть два варианта. Либо дождик прекратился, а если он не прекратился, тележка дальше будет ехать с постоянной скоростью, потому что она полностью заполнена водой. Вот такая вот интересная штука. Переходим к следующему вопросу. Хорошо. Вопрос следующий. Вопрос будет звучать так. Если тележка полностью заполнилась, то сколько воды находится в тележке? Сколько воды будет находиться в тележке? Помните, я говорил, что вода попадает в тележку со скоростью 5 грамм в секунду? А сколько здесь происходило? Здесь тележник начался, а здесь тележка полностью закончилась. То есть 30 секунд прошло. Поэтому для того, чтобы найти массу, дайте я напишу, да и кто нет, почему? Потому что масса менялась, да? Вот. Что нужно сделать? Вот скорость. Вот такую вот. 5 грамм в секунду, да, это тоже скорость. Умножим на время, где время будет 30 секунд. То есть 5 грамм в секунду умножим на 30 секунд и получим 150 грамм или 0,15 килограмма. 5 грамм в секунду. Ну, хорошо. 0,15 килограмм. Вот так заполнилась тележка. Тоже ничего страшного нет. Ну что, переходим к следующему вопросу? Конечно. Поехали. Следующий вопрос будет звучать следующим образом. А чему будет равняться масса тележки? Ну, пустой, естественно. Вот. Масса тележки. Закон сохранения импульса по оси Х. Он выполняется. Закон сохранения импульса говорит о том, что суммарный импульс до взаимодействия равняется суммарному импульсу после взаимодействия. То есть тележка массой М ехала со скоростью по графику видно полтора метра в секунду. Обозначим МВ1. Пусть у нас В1 это полтора метра в секунду. Все. дождичек не идет. Едет обладает импульсом. Теперь, что происходит после. После это тогда, когда она полностью заполнилась. Это у нас будет М плюс Д Дельта М. И умножить на скорость, которую она приобрела после. Это 1 метр в секунду. Ну и давайте обозначим эту скорость В2. 1 метр в секунду. Вот по графику. Это В1, а это у нас В2. В2. Ну вот все. И мы должны найти массу. Раскрываем скобки. Будет МВ1 равняется МВ2 плюс Дельта М на В2. Переносим эту другую часть в левую часть. Получается МВ1 минус МВ2 равняется Дельта МВ2 и М равняется вынося за скобку ну тут будет В1 отнять В2 да? Дельта МВ2 и тогда масса равняется Дельта МВ2 поделить на В1 отнять В2. Дельта М мы нашли 0,15. В2 это 1 метр в секунду. А В1 отнять В2 это пол метра в секунду. Ну и значит получаем в два раза больше 0,3 килограмма. Ну детская тележка детский дождик. Вот. А задачка достаточно серьезная. Итак мы нашли массу тележки. 0,3 килограмма используя что? Закон сохранения импульса. Поехали дальше. Следующий вопрос будет звучать так. По какому закону будет изменяться скорость? То есть найти выражение с помощью которого мы можем найти скорость от 10 до 40 секунд. именно в этот самый отрезок времени. Так. Так-так-так. Ну видно что по графику это линейная зависимость. Откуда ее так сказать выкопать? Опять-таки закон сохранения импульса. Значит импульс до того как капельки дождя стали падать да это у нас масса пустой тележки умножить на скорость которую мы обозначили буквой V1. А после ну то есть тогда когда она запомнится это масса тележки плюс масса дождя и умноженная не на V2 в данной ситуации да а на ту скорость вот которую мы ищем понимаете да сейчас я объясню что я имею ввиду и так что мы делаем подсчитываем импульс до того как капельки дождя стали падать в тележку ну масса тележки мы нашли она была равна 0,3 и скорость полтора отлично теперь что же происходит здесь понятно что масса пустой тележки она не менялась она была равна 0,3 понятно а вот масса дождичка то она да менялась да каким образом каждую секунду падало 5 грамм я сейчас превращаю в килограммы это 5 грамм которые превратил в килограммы поскольку я спрашиваю что происходило от 10 до 40 значит здесь у нас будет время отнять 10 секунд потому что до 10 секунд ничего не падало в тележку правильно вот это у нас что происходило с массой по мере наполнения и что я должен сделать сейчас умножить квадратную скобочку возьму умножить на скорость вот все тогда скорость у нас будет изменяться по следующему закону 4,5 да нет не 4,5 4,5 поделить на 10 будет 0,45 а здесь так и запишем 0,3 плюс 0,2,0,5 и минус 10 вот все вот по такому закону можно найти скорость от 10 до 40 секунд хотим найти почему будет равняться скорость когда время 20 секунд ну поставили сюда взяли посчитали и нашли интересный и хороший вопрос есть еще вопросы поехали ну и последний самый интересный вопрос что произойдет если вот по истечению 40 секунд то есть после того как тережка будет полностью заполнена водой вот здесь вот тережки открывают клапан и вода начинает выливаться ну я просто написал да как будто вот начинает выливаться что происходит со скоростью тележки в данной ситуации очень многие не задумывая сразу говорят ну понятно масса то уменьшается поэтому скорость тележки начнет меняться ничего подобного ничего подобного скорость тележки не изменится давайте с вами подумаем почему во первых вылетая из тележки по оси х она столько ось х интересует у каждой капельки будет скорость тележки да то есть в 2 1 метр в секунду то есть они будут двигаться по оси х точно с такой же скоростью как и эта самая тележка это раз во вторых никакие внешние силы на системе капельки и тележка в данной ситуации действовать не будут в по оси х нет здесь не вето ну ничего да внешних сил нет а раз внешних сил нет значит и не о чем как говорится и говорит система замкнутая и скорость она не изменится потому что для того чтобы изменилась скорость данной ситуации нужно какая-то потусторонняя сила которую мы с вами обнаружить не можем все говорят когда я это объясняю что это не очень понятно внешние силы не действуют хорошо давайте с вами посмотрим на это с математической точки зрения почему нет и так тележка полностью заполнена водой я обозначу массу тележки вместе с водой м1 правильно и в данный момент времени когда этот процесс начинается открывает этот клапан когда ровно когда 40 секунд прошло вот значит импульс до взаимодействия будет м1 в1 нет не в1 в2 в2 потому что понимаете мы говорили здесь будет в1 а здесь скорость будет в2 а м1 это масса всей тележки с водой теперь что происходит вода вся выливается вот этот процесс мы с вами и рассматриваем значит у нее тоже имеется импульс дельта м это я говорил про воду которая была заполнена вот и мы с вами нашли чему она равняется это дельта м вот и умножить на у2 это все что касается воды что касается тележки масса начнет изменяться то есть м1 минус дельта м правильно и умножить на у1 это скорость тележки а это скорость тележки это скорость кафелек воды по оси х это масса да воды теперь мы с вами сделаем следующее оказывается у2 и в2 не оказывается это одно и то же я только что об этом рассказывал что кафельки воды будут улетать отсюда по оси х точно такой же скорости которая была у этой самой тележки ну вот есть такие задачи в кинематике да вот я возьму шарик самолет летит да с какой-то скоростью и летит летит и раз продолжает лететь выпускает вот так вот ну шарик будем говорить чему будет равняться скорость шарика скорости самолета в этот момент времени вот и начнется вот такое вот движение то же самое и здесь поэтому я сейчас у2 могу заменить на в2 вот и все а теперь нам нужно только лишь раскрыть скобки м1 в2 равняется дельта м в2 плюс м1 у1 минус дельта м и тоже у1 правильно правильно перенесем это в ту часть получим м1 в2 минус дельта м в2 а здесь будет м1 у1 короче у1 вытаскиваю за скобки тут будет м1 минус дельта м а что там а там тоже вытаскиваю в2 за скобки и тут будет м1 отнять дельта м а здесь будет у1 м1 минус дельта м ну и что раз два и что мы увидели что в2 равняется у а1 а у1 это скорость тележки не изменилась такая же скорость которая была до и такая же скорость после классно учите физику ребятки я в принципе вот все что мог про эту задачу я так сказать рассказал а мы на все с вами вопросы ответили учите физику на канале физика это просто канал на котором достаточно сложной задачи вдруг становятся простыми и понятными поэтому если вы еще не записаны на мой канал сделайте доброе дело запишитесь и конечно лайки не забудьте поставить всего-всего доброго до свидания и до новых встреч до новых до новых до новых Субтитры создавал DimaTorzok